Ваши действия предусматриваются нарушения административного полуоцитета 2.6. Самарец Александр рассказывает, что совсем недавно переболел коронавирусом. Болезнь прошла в легкой форме, при этом в общественном транспорте пассажир находится без маски. Напомним, что административные материалы полицейскими направляются в суд, где с учетом всех обстоятельств в совершении правонарушений принимаются решения относительно тяжести наказаний. Так, для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. А почему без маски поехали? Не знаю. Неужели не хватило этого? Болели, знаете, что это? Ну, видимо, нет. Еще что-то. По информации медиков, после болезни пациент еще какое-то время может являться переносчиком инфекции. Поэтому должен соблюдать карантин, а при выходе из дома обязательно использовать маску. Теперь Александр за свою беспечность ответит рублем. Рейды по проверке масочного режима в транспорте проходят ежедневно с участием полицейских. Только за прошедшую неделю провели 80 проверок. Высадили 180 пассажиров, которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты. Составили 16 протоколов. Мы призываем наших уважаемых пассажиров соблюдать масочный режим. И второе, самое главное, мы призываем всех использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку. Потому что это, пожалуй, самая действенная мера против распространения коронавирусной инфекции. Призываем всех, кто ее не сделал, поберечь себя, поберечь своих близких. Однако прививка от коронавируса не освобождает граждан от ответственности и масочный режим не отменяет. Средства индивидуальной защиты должны использовать и члены экипажа. Мы провели с экипажем дополнительный инструктаж. Руководство нашего предприятия настроено очень серьезно и поддерживает власти в том, что необходимо ожесточать проверку масочного режима. В случае, если кто-то, кондуктор либо водитель, находится без маски, вечером они пишут объяснительную и будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Что это значит? Это значит, что по итогам месяца они не досчитаются в своем кошельке премией. Перевозчики принимают все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. В Самаре закупили несколько партий рециркуляторов – аппаратов для очистки воздуха. Впоследствии такой аппарат установят в каждом автобусе. Самарцам напоминают, чтобы остановить распространение инфекции, необходимо использовать средства индивидуальной защиты в помещениях и салонах общественного транспорта. Перевозки организуют в режиме будних дней – с понедельника по пятницу текущей недели, а на следующей неделе – с понедельника по среду. В конце этой недели, в субботу и воскресенье, а также с 4 по 7 ноября, перевозки будут осуществляться по режиму выходного дня. При этом представители городского профильного департамента обращают внимание на то, что коррективы возможны по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мария Левина, Николай Сидоров. События.